Всем привет! Сегодня разбираем задание номер 9 из демоверсии ЕГЭ по биологии и заодно выучим цикл печеночного сосальчика, такого паразита, который нам нужен для ЕГЭ. Начнем по порядку сперва с картинки, а потом уже ответим на вопрос, каким же номером на рисунке обозначена стадия жизненного цикла паразита, на который он будет попадать у нас в окончательного хозяина. Первое, что вам нужно знать, это то, что у нас у печеночного сосальчика есть два хозяина. Окончательный хозяин, это будет крупный рогатый скот, например, вот корова и промежуточный хозяин, который здесь представлен улиткой малый прудовик. В окончательном хозяине у нас всегда происходит только половое размножение, в промежуточном хозяине может происходить все, что угодно, бесполые какие-то превращения, температурная генеза и прочее, но вот надо просто запомнить, что в окончательном хозяине всегда у нас половое. Так вот, давайте смотреть по порядку. Итак, печеночный сосальчик, это вообще вот такой вот червячок, 3-4 сантиметра он и взрослый чель, который способен размножаться половым путем, живет у нас в желчных протоках печени, в протоках печени у крупного рогатого скота, где размножается половым путем. На всякий случай напомню, что печеночный сосальчик у нас гермафродит, в общем, размножаясь половым путем, он выделяет яйца. Эти яйца через желудочно-кишечный тракт коровы попадают в окружающую среду. Можете сами догадаться, как именно они попадают. Да, корова у нас ходит в туалет вот таким вот образом и вместе с фекалиями яйца оказываются в окружающей среде. Так вот, вторая стадия, давайте я стадию тоже подпишу. Итак, первая стадия у меня здесь, где мой любимый розовый цвет. Давайте вот такой возьмем. Значит, первая стадия, это у нас была стадия взрослой особи морита, мы еще ее называем, взрослая особь. Взрослая особь, способная к размножению половым путем. Вторая стадия развития, это стадия яйца. Вот она такая вот прекрасная. Обратите внимание, что яйцо, оно может по-разному рисовать. В данном случае здесь на картинке оно изображено вот так вот. Дальше нам очень важно, чтобы вот эти яйца, которые оказались в окружающей среде вместе с фекалиями, попали в воду. Если они не попадут в воду, никакого дальнейшего развития не будет. Да, яйцо попадает в воду и посмотрите, что с ним происходит. Из яйца, ой, какой же мы с вами выбирали цвет. Из яйца выходит третья стадия, называется мироцидий или по-другому личинка с ресничками. Вот у нее здесь видны такие вот реснички. Подписываю мироцидий, мироцидий. Все эти термины вам нужно знать. Личинка, личинка с ресничками. С ресничками. Эта личинка с ресничками уже способна плавать, и она плывет и доплывает до промежуточного хозяина, до вот этой улитки малый прудовик. Далее, попав в улитку, начинается серия превращений, она проходит несколько стадий. Вот стадия четвертая, это стадия спороциста. Подробно мы с вами разберем на курсе весь цикл плечуночного сосальщика и в роликах других на канале. И пятая стадия, это стадия редиа. Цель, конечно же, превратится. Здесь много процессов происходит. В итоге из промежуточного хозяина выходит стадия личинки с хвостиком. Она уже такая, видите, апгрейднулась, получила новые преимущества. Личинка с хвостиком называется у нас циркария, цифра 6. Циркария, личинка с хвостиком. Личинка с хвостиком. Вот такая личинка способна перемещаться более активно в воде. То есть все это еще до сих пор происходит у нас в воде. Более активно перемещается и в итоге, и в итоге эта личинка плывет куда-нибудь к прибрежным зонам для того, чтобы превратиться в стадию циста. Стадия циста последняя или по-другому называем ее адолескария. Обратите внимание, я пишу ее не просто так, адолескария красным цветом. Почему? Потому что именно на стадии цисты происходит заражение. То есть циста это инвазионная стадия. Именно ей и можно заразиться. Например, какая-то корова, когда будет гулять, вот на травинках лежит эта циста, наживает траву, съедает цисты вместе с травой и заражается уже печеночным сосальщиком. И далее цикл у нее повторяется. Человек тоже потенциально может болеть, конечно же, потому что если вы будете, не знаю, там какие-то ягоды или что-то употреблять вблизи водоемов, в прибрежной зоне, то, конечно, вот, пожалуйста, можно заразиться печеночным сосальщиком, съев цисту. Если корова вдруг съест кого-то другого, съест чужие яйца, ну, в смысле яйца печеночного сосальщика, ничего страшного не случится. Вот и все. Циста, инвазионная стадия, запомнили. Поэтому вопрос, каким номером на рисунке обозначена стадия жизненного цикла поразительной, который он попадает в окончательного хозяина, вот, не видно, что написано, конечно же, это номер у нас 7, да, стадия цисты, именно ей и заражается окончательный хозяин, крупный рогатый скот. Вот такой вот интересный цикл. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики.